Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Дишевон ДимаTorzok ДимаTorzok — Никто не смеет смотреть на прекраснейшего Калифа! — ручал оброслый синтюрбанный юнец и крестал плеткой всех, кто попадался на этот день. Шествие поравнялось с яблами, что росла у лавки старика Архима. Повелитель скучающе смотрел из-за шторы. Нечаянно его взгляд остановился на дереве. Лицо правителя побагровело от ярости. Он указал перстом на яблами и запищал скрипучим голоском, так неподходящим его масштабной фигуре. — Оно почему не синее, не уважает самого Калифа? Десять слуг тут же бросилось к дереву, и стал красить синей краской из лёдер его ветви, плоды и листья из голов. Довольный тиран заклопал в ладоши, а свитло услушал от острова. — О, природный господин, милостиво, прими от нас дары! — дрожа проговорил старик Архим и, не смея поднять глаз, протянул поднос со щерпетом. Синие тирпаны тут же подскочили, отобрали подарок и, по-предострасно, передали его к Балдахиму. — Его тоже размалевать! — Все должны быть такими, как я захочу! — проскрепил Калиф. Синий тирпан подбежал к оскорблённому Архиму и измазал его голову. — Какая красота! — Изумительно хорош этот бедняк! Подходит к моим синим атласным туфлям! — Ну, можно и пообедать! Несите меня во дворец! — приказал Калиф, и процессия двинулась ему прочь. Синий тирпан Когда рыночная площадь опустела, люди осторожно открыли окна и двери, Опасаясь возникновения на лётчиках. Они тухали, забирали товар из земли, Воздевали руки к небесам и проклинали Калифа. Крыдающая вадима бросилась к мужу, но от них два держались далека. — Обопрись на меня, Архим! — с глубоким состраданием проковаривал юношек, Подхватил его сильной, загорелой рукой и добил до ног. Старуха накрыла скромный стол. Из еды остались только рисовые лепёшки, наварённые в огонь. Семья ничем не заработала в этот день, а только потеряла. Ведь грабитель унесли весь товар. Здесь, наконец, старики рассказали Джессару страшную историю сводьевых городов. Продолжение следует... Субтитры подогнали Симон. 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 . Симон. 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 Нужно было поворотиками. Три года прожил часа в матье. Сердце ущемила неизбудная тоска по родителям годной жизни. Тысячу и девять раз пожалел юноша о том, что уступил за эти ворота в поисках справедливости. Гораздо больше я мог принести пользы там, отцу и матери, в бедном, но чистом, уютном доме или за дорогу плеваться. Как живут мои старики. Не больны ли они, а ты голодный замужался. Однажды вечером в глубокой печали брел Джессар вдоль забора и призывал облака помочь им. С тяжелыми мыслями оперся он на литьеватое грудь из чистого золота и вдруг чуть не вывалился наружу. Некоторые из них были плохо стремлены и отходили в сторону. В тот же момент юноша решил, что как бы что бы то ни стало, поведая, потянули и рахивы. Как только город обняла сладостная и нужная ночь и плотный раскаленный воздух наполнится, И в полную песню он взял, и в часах скользнул между путями оброждения и торопливой подписью он там, И направился в бедный перекупок и очень удобно. Сошли, как он, в гуще уснувших медовый цветок, я сам услышал какие-то звуки. Кутни уступил в высокую траву и увидел в душе. Незнакомка вскрепнула, ласкочкой взметнулась, но запуталась с длинным одеянием. «Не бойся, я не причиню тебе зла, как твое имя!» — ласково проговорил юноша. Шахриня, на полу месяца смотрящая, ежем колокольчиком просвенел длинничий голосос. «Кто обидел тебя, о несомненная!» — прошел парнися. «Сегодня днем Алифа убил всю мою судьбу». Подшел дом. У нас не было денег, чтобы покрасить синей краской стены и крышу. Соленые потоки вновь побежали по щекам несчастной. Джасара запринкнула в обна к небу и сцеда за то, что он услышит такую революциацию. Я спряталась, и поэтому избежала расправа. Еле выдохнула же приятно. Теперь мне не будет идти. «Я Джасар Синрахима!» — кричу, заговорил юноша. «Идем скорее к твоему отцу!» «Джасар!» «Тут самый, что на службе угарива!» — вскрипнула шеприят, и в ужасе закрыла лицом подков. «Я сам страдаю, поверь!» «Если бы ты знала, как ненавистна мне моя сумма!» «Идем же поцу, иначе скоро она не переставит звезды, и тогда отдам обоим не сдобровать!» «Молодые люди с опаской прокрались в плачье Нерахима, растудили стариков. Слезы радости струились по лицам родных людей, в ноги прожили друг друга. Джасар рассказал о судьбе Шахрияшу, попросил Вадиму позаботиться о ней, и дал золото отцу, ладу, который не получался в службу тирана. Не зажигая огня, чтобы не привлекать внимание любопытных детей, семья сидела на сновке и совещалась. Юноша рассказал на чистоту о своей жизни при дворце, и не обернили его ответить. «Ох, опасное дело!» задумал сынок, — проговорил хозяин дома. «Не будет Калифа, во главу станет его сын Зиндариф. У него много слуг, которые готовы продать мать и отца за то, чтобы есть с оголотого блюда». Однажды я слышала от моей покорной матери, что Калиф — колдун, тихо в ногу уже приятно. Матушка слышала от странницы, что его может победить поэт. С ней под пламенным взглядом Джасара красавец поведал, что каждые двадцать четыре дня, да еще через тридцать до появлений луны, Калиф читает на городской площади переподранными свои стихи. «Да, да», — подтвердил старик Рапин, — «эти выступления безобразные духи, похожи на кривляния мартышки, и глятся они с утра до самого вечера». Калиф считает себя искусным оратором. Зрителям запрещено покидать свои скамьи. Непокорных бьют кнутами и возвращают на место. Иногда таких несчастных скармливают диким зверям, заталкивая их от лет. Джасар из крови струкнул. Кровожадность тирана не переставала его прожать. «Когда солнце раззолотит вербушкой абрикосов и тиреи, начнется представление. Это будет царь», — добавила Патима. Вчера гашат на базарной площади разыскивали смельчика, способного при всех бросить вызов самому гостителю. Он убежден, что такой человек никогда не родится на свет, поэтому не боится, ведь с ним стражен и множество слов. Поэт должен попробовать доказать, что его стихи лучше, чем у Калифа. «И только», — рассмеялся Джасар, — «благодарите Бога за свое спасение! Я поэт, и выйду на бой из Калифа!» Изумленная Шахрия сплеснула камень, но старик Рахим гневно стукнул посохом по столу. «Неужели ты до сих пор не понял, насколько тиран свиреп? Почему ты знаешь, что сумеешь его победить? Если твои стихи не понравятся людям, он тебя накажет, но даже если и понравится, то прикажет своим львам растерзать тебя. Достойная смерть лучше позорной жизни при дворце. Ничего не бойтесь, и да поможет нам Аллах», — заключил Джасар, спешно попрощался с родными людьми, тенью скользнув в ночную двору. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Через 6 часов, Валифка, скликнула ДимаTorzok Кто посмеет бросить мне вызов И забрать у меня славу великого поэта? Славь не смотрели ДимаTorzok Дрипик побежала по рядам Никто не хотел связываться с правителем его службы «Выходи, иначе мои звери выскочат наружу!» — требовал властитель. И тогда Джазар встал. Многие его не слушались, и плохо помнит, как дошел до кора, низко поклонился к коленку и писал. «Ты поэт?» — пренебрежительно оглядел у него. «Да, молодой чувствительный правитель!» — глупо он назвался. «Сними, Дюба, и читай стихи!» Джазар мысленно приспал балагу, стянул хламную горь, испуганный воздух покатился в холодный слух. Снимать Дюба запрещалось под страхом смех. Джазар повернулся к горжам и начал. В пустыне дикой и немой три дня я шел к себе домой. Досталось мне печаль и много, всю единистая дорога. И вот явился в Нью-Ази, и дворец-соборович-гладец. Я как ничей пошел у него, но только о горе там нашел. Повсюду слежка, грабежи. Здесь утонули все волши. Гордыня лучшая подруга. Калифа — верная сумма. На этих словах Джазар споткнулся и искусно глянул на властителя. Он понемел и от неслыканной дерзости открыл рот. Люди, пораженные зрелом, разрушавшие истинно и стремились. Распаленные лодки наполнили одобрительные грехи аплодисменты. Прислушники хотели бы лоброситься над Джазарой и растерзать его, но галит будут знать. Подожди. Я думал, что спасу ногу. Дошел до золотых пород с открытым сердцем и любовью, а заплодился и дерзлась твою кровью. Известна страшная кончина. Не будет стыдно, пусть за сына. И покарает, пусть Аллах, тебя болит твой рот и прах. Джазар замолчал. Народ обезуменно повстанивал смерть. «Слава Джазару! Вечно, — говорит, — смерть Калифу!» Засвистели плетки. Зрители получали удары, падали на землю, но тут же поднимались и снова-снова выкрикивали те же слова. «Слава Джазару! Смерть Калифу!» Тогда деспот пахнул рукой, и коренастый синий тюрбан положил ладонь на задышку клепки с альбами. Народ обезуменно повстан. «Смелые слова ты говоришь! — проскрепел Калиф. Его глаза налились в грозовые кучи. Но люди признали тебя лучшим военом. Как там и быть? Ты победил в этом состязании! Пусть все знают, что Калиф держит свое слово!» «Славите, вздох по листам по блистаниям и крикам великования!» Джазар не понимал, что будет дальше. Калиф был плотком, и все заполчали успехи. «Победили же полагается награда! Возьми этот перстень!» Он снял с безымянного пальца кольцо с большим рубином и протянул герою Джазару. «Ну что, медленно! Возьми пять сними!» Повелитель ее прошепел Киран. Джазар осторожно принял подарок и на зиму. В этот миг Калиф свернул. «Молодо! Что ты?» «Нарушил клятву и снял и упал!» «Я сам у тебя!» Секунда, и Калиф обратился в извилистый степень сорняка, сплошь покрытый острыми шипами. Джазар в неожиданности отпрыгнул, а люди вскричали на своих скамьях. Сорняк вытягивался все выше и выше, и наконец поравнялся с взрослым юношей. Его шипы и иглы оторвались и полетели на поэта. Джазар едва успел вернуться. Тогда подвижный степень потянул его в сторону и зашипел. «Смерть тебе, негодяй!» Джазар вспомнил о своем остром кинжале, выхватил его и лизанул стебель поперек. Чемная густая кровь полилась из растения. Она упала на ковер и стала отползать, как живая гадюха. Джазар выдохнула до плеча. Секунда из меня с треском лопнула, а из ее кожи со зловещим звоном прилетела маленькое черное зернышко, которое неожиданно превратилось в огромного рогатого ворона. Такого большого, что своими синими крыльями он застил свет. Птица взвелась над базаром и щелкнула клювом и начала стремительно фикировать на бедного поэта. Клинок тут уже не поможет. «Где твое пшено, сынок?» Внезапно врыкнул из первого ряда бородатый нищин, и Джазар успел узнать в нем набег. В последний миг юноша швырнул кост пшена в глаза, как дуду, и тот захлебнулся в зернах. Ударил дудом. Небо разверзлось, палил дождь, и люди в панике завитались по площади. Сверкнули серебряные мечи молнии. Они водились от ворона, зингарина и слух. В раз пропали горифы, сына и вся их стража. Только стене и тюрбаны кнуты домичей остались лежать на землях. Сверкнули серебряные мечи Дождь прекратился. Вышло солнце, и все увидели, что высокое ограждение белого дворца Руслого. Горожали, лиховали, обнимали друг друга, как родные. Он обидел, и след простыл. Джосар со всех ног пробежал к отчиму дому. С замиранием сердца предел он младшим. Его приемные, одец и мать, красавица Шеприят, молились. Все это время они неустанно взывали к Всевышнему и просили его пощадить Джосара. Толь чашный юноша бросился к ним. «Хвала Господу, ты жив!» Скрики людей заключили его в объятия. «Не бойтесь, Калим повержен! Теперь все его богатство принадлежит». Они стали накрывать праздничный стол, но услышали крики с улицы. «Слава храброму Джосару! Выходи, Джосар! Добро хочет поговорить с тобой!» Семья ступила за порог. Все жители Уазиса стояли у их дома с зелеными ветрями и цветами в руках. Самый древний старик, опираясь на крюку, степенно поклонился Джосару. «О, храбрый юноша! Я прожил сто тридцать лет на этой грешной земле и за свой свет не видел поступка по смелости равного твоему. Ты спас всех от лютого чародея. Сердце твое исполнено отваги, а душа доброты. Ум твой глубокий и ясен. Прими нашу просьбу, не откажи. А хотим мы, чтобы сделался это нашим калифом и правил этими землями. Мудро и беспредельно. Фатима расплакалась от радости, а Джосар поклонился до земли и согласился. «Что же делать не с перстным калифом?» «Закопай в центре разночной площади», посоветовал долгожитель. «Там его место». Много в дыру текло с той поры. Восемьдесят раз собирали пилаки богатые урожаи. Семь тысяч триста раз вставало и заходило солнце востока. Раскрывали и смыкали свои бутоны цветы. Тысячи странников побывали в этом оазисе. И все говорили, что лучше правителя, чем Джосар, сын Рахима, они ни в одном государстве не встречали. Рубиновый перстень зарыли на базаре посоветов нищего. И из него в небо взметнулся тот светлый музыкальный фонтан. В нольные часы сидели под линьок прокожие и омывали лица. Это настоящие чудо света. Восклицали путешественники, а художники писали картины. Не было ни бедности, ни голода в этой стране. Не подчинили ее ни воинственные соседи, ни пески пустые. Ибо жили там, по законам, побуждающим Бог. Играет музыка. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Евгения Николаевна, Дуду, Бор, Клейка и Добой. Денис Гейкин, Кривка. Мария, Блажевна, Карган. Аплодисменты главного рассказа была явная коллега Юлия Кавалерова. Мы вам благодарим вас за внимание и приглашаем вас на следующие концерты нашего органного. Следующий концерт состоится 16 марта, и будет он посвящен музыке из мультфильмов. Концерт этого цикла называется «Органная мультландия». Мы будем рады встрече с вами в органном зале Тюменской филармонии. До новых встреч! До свидания! Продолжение следует...